И знаменитая на весь мир модельер Галина Ваниулина и её замечательные модели. Ваши аплодисменты. Аплодисменты дружнее, потому что готовят к саду. Мы видим мир каждый день. Эти модели демонстрировались и в Катинской Америке, и в Бразилии, и в Италии. Посмотрите, обратите внимание на колпаки. Вот первые две модели, на старинные колпаки 19 века. Но сегодня это настолько актуально, потому что татарские женщины всегда должны одеваться очень женственно. Очень богато, красиво и неотразимо. Колпаки, они, видите, декорированы натуральным мехом. Это мы можем носить не только на сцене или на показах, но и в повседневной жизни. И теперь я вам демонстрирую сегодня наши девушки, потому что они, конечно же, не профессиональные модели. Это наши певицы, это фамилия, это все, знаете, какая красота. Все это можно приобрести у Алины Кавалюнины. Нравится? Нравится. Вот такой костюм необыкновенный. Посмотрите, какой он выше. Какой-то зюм, какая сумочка. Да, вот такой стилизовый. Я думаю, показаться... Модный показ у нас отдыхает, наверное. Вот приговор на Первом канале. Потому что такие костюмы у нас точно никогда не изобретут и не покажут. Вот еще один костюм. Но и я хотела бы сейчас пригласить сюда Танзилю, вот кому, в Сландингу. Которая расскажет побольше, потому что при нашей общественной организации Акталфакт, у нас еще есть одна ветвь, одна линия. Это клуб Райл Харм. Вы видите там их рекламу, которая образовала и возглавляет Танзилю Харм. Сейчас расскажем. Здравствуйте! В этом году я даю свои детства. Вы знаете, мои дети и ваши мальч orthознабы. Вы знаете, что происходит? И перейду на русский язык, это вот женщина мира Галина Валиулина. Она родилась в Москве. Закончила институт Сурикова. Она модельер. И вы знаете, она удивительная женщина, потому что она боец. Почему? Потому что в маленьком возрасте она потеряла слух. Она плохо слышит. Но несмотря на это, она добилась огромных успехов. Ее модели демонстрируются не только у нас в России, но и по всему миру. Вот даже в Америке заказывают, видят по интернету ее модели и заказывают ее костюмы. Поэтому мы и уже успели заметить ее и в Татарстане. В 2016 году прошел конкурс, фестиваль. Как он называется? Сейчас я посмотрю. В Казани, в галерее Идиваль был показ переменной татарской моды. И фестиваль «Шоковый путь» широко освещалась в прессе Татарстана и на телевидении. А еще в 2008-2013 году она проводила показ национальной моды на Новом Арбате и в экспорт-центре Сити. Вот такая вот у нас успешная женщина-модельер, талантливый человек. И вот в этом году я ее пригласила в наш клуб «Альха». А вот я в прошлом году участвовала в форуме «Абхалфа», и там у меня зародилась идея создать у нас в Татарском культурном центре вот такой вот клуб. У нас в центре в Татарском поют, пряжут, но вот по рукоделии у нас ничего нету. И вот мы хотим возродить, потому что у нас удивительный фактный народ, удивительные у нас рукоделители, и у нас прекрасно есть возможность жить в Калфаге, вышивать и заниматься нашей традиционной, нашей татарской модой. Вот, потому что сегодня мы представляем еще, мы увидим, что уже много сюрпризов, вот это, как я бы сказала, да, по возрождению наших татарских костюмов, это колбаков, изюм и всевозможных украшений, которые присутствуют в одежде, должны присутствовать в одежде каждой женщины. В следующий раз мы обязательно вас просим прийти в колбаков. Хорошо? Мужчины, позаботьтесь, пожалуйста, чтобы женщины ваши были самые некрасивные, как принцессы, вот или маленькие такие клубаки, или очень побольше, или вот такие клубаки, как и на ваш вкус. Мужчины, позаботьтесь, как и на вашу жизнь.